Дорогие друзья, это наверное самое противоречивое видео, ну точнее видео это достаточно однозначное, а вот то, что мы в нем покажем, это наверное борьба противоречий идет уже много-много десятков лет, начинающих с эпохи Советского Союза. Что же такое гремит, издает вот этот бутылочный звук в автобусах марки ЛиАЗ-677? Значит, прежде всего, чтобы было полное понимание, начнем сначала. Это единственный автобус вообще в мире, где двигатель не соединен жестко с коробкой. Коробка находится вот здесь, в середине автобуса, рядом с передними дверьми. От двигателя до коробки идет двухметровый карданный вал, который имеет подвесную опору, фланцы, крестовины, все как обычно. Многие говорят, что гремит коробка, и это утверждение не лишено истины. Действительно, если мы прислушаемся к коробке, в которой уже серьезные технические проблемы наступили, вот в этой части коробки, вот в этой части, будет слышен цинькающий такой звук, больше похожий именно на стеклотару. То есть такой легонький-легонький. Здесь, как вы слышите, этого нет. Здесь мы слышим такой небольшой грохот, основной причиной которого является в нашем случае, господа, даже не износ фланца, который в первую очередь дает эти страшные звуки, а износ крестовины промежуточного карданного вала между двигателем и коробкой. Я попробую вам сейчас показать. Вот он вращается. И вот вибрация его крестовин, передаваясь на полый внутри карданный вал, и издает звук. Но, повторюсь, ребят, это касается только нашего случая с конкретно этим автобусом. То есть единственное, что нам осталось здесь убрать, коробка у нас не звенит, фланец у нас передний не звенит. Нам осталось только поменять подвесной подшипник и две крестовины промежуточного карданного вала. Отзынькающий звук, который все помнят, издают три вещи. Это сама ГМП, износ шестеренок внутри, вот в этой части. Здесь, как вы слышите, этого звука абсолютно нет. Крестовины промежуточного карданного вала, который идет от двигателя до коробки. И самый громкий и самый печальный звук, это звук фланца, который расположен на двигателе. Здесь, как вы слышите, тоже абсолютная тишина. Громче всего его слышно было бы здесь, потому что находится он сразу под этим капотом. Ну вот, собственно говоря, наверное, и все вкратце. Ну, конечно, мы этот звук уберем полностью, когда подберем крестовины. Потому что, несмотря на общую схожесть модели с грузовиком ZIL-130, далеко не все сюда подходит. Здесь нужно все подбирать по размерам. А так, для атмосферы, учитывая, что в нашем случае абсолютно ничего критичного нет, и имеется не более чем легкое позвякивание, но никак не громыхание или бренчание, как во многих других автобусах, мы не видим в этом ничего страшного, ничего опасного или криминального, кроме создания атмосферы прошлого века. Надеюсь, он вам не сильно докучает. Вот сейчас даже помолчу, чтобы вы послушали. Обратили внимание, да, что нам досталось после кино? Компостеры. Правда, мы их все не заряжали, они бьют штатно 4, 3, 12 дырок. Все. Но мы их, конечно, сделаем по уму. Вроде не так уж и громыхает, да, атмосферу создает. Спасибо, что были с нами. И спасибо, что воспользуюсь услугами нашей автобусной компании.